Минул год, как убили Павла Шеремета, его не забыли, и в Киеве прошел митинг его коллег-журналистов. Требование. Найдите и накажите убийцу. Но МВД Украины, как заявляет, ничего не скрывает и сообщает, правда, с сожалением, что расследование остановилось, потому что нет версий. Вот так вот заявляется. Нет версий. Никто не пойман, никому не предъявлено подозрение. Это такая форма в украинской юриспруденции предъявить подозрение. Версий было пять. Первое – московский след, второе – белорусский след, третье – киевский след, четвертое – что-то по бизнесу из старых времен, то, что называется в кино выстрел из прошлого. И пятая версия – хотели убить не его, а его гражданскую жену, руководителя авторитетнейшего издания «Украинская правда» Алену Притулу. Они пользовались одним автомобилем. Лично для меня все эти версии весьма хлипки, кроме последней, но я госпожу Притулу мало знаю, так что тут ничего сказать не могу. Но предполагать – это одно дело, а получить подозреваемых – совсем другое. Так вот, подозреваемых нет. Среди украинских журналистов друзей Шеремета, конечно, есть сомнения. Может быть, МВД обманывает. Тем более, что весьма авторитетный украинский журналист и издатель Дмитрий Гордон в эфире одного из украинских каналов неожиданно заявил в прямом эфире, что власти и МВД прекрасно знают, кто убил и кто заказчик. Просто нужно это сказать. Типа, они боятся. Это заявление еще больше смущает. Получается, что убили кто-то такие, что и имя страшно произнести. Однако в такое положение вещей мало кто верит. Украина устроена так, что тут сложно хранить секреты. Если что-то знает Гордон, то через пять минут знали бы все остальные. Так или иначе, но неожиданно громкое преступление в центре города средь бела дня стало загадкой на уровне перевала Дятлова, а журналистика потеряла замечательного профессионала, а многие потеряли прекрасного друга. Это программа «Итоги недели» без Евгения Киселева, Соломин, Нарышкин, Донопольский, Марина Лелякова, звукорежиссер. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, ну давайте начнем. Это программа «Итоги недели» без Евгения Киселева. События недели. События. Поехали. Совершенно неожиданно на этой неделе было объявлено о том, что Владимир Путин вдруг проведет еще одну прямую линию. Только что мы ее пережили, только что мы видели все эти процессы, происходящие во время таких событий. Ну, вы знаете, что там тут же разрулили полигон, закрыли его и так далее. И тут вдруг снова. Ну, естественно, заговорили, разные языки зачесались. То ли Путин вдруг решил объявить о том, что он собирается все-таки идти в президенты, то ли это просто общение с молодежью, которое стало уходить к Навальному. И нужно каким-то образом зацементировать вот среди подростков во всяком случае убеждение, что у Владимира Путина есть свои сторонники в этой возрастной категории. Я во вторую версию верю, сразу скажу, что Путин заинтересовался детьми, ну, в хорошем смысле. Я думаю, что, ну, самое главное не это, самое главное, веришь ли ты в то, что удается ему, этот электорат, воспитывать свой будущий электорат, электорат 18-го, а может быть, даже и следующих избирательных цепей. Ну, мне показалось, кривой довольно заход на вот эту подрастающую аудиторию, на детей, как мы их можем назвать, хотя там, конечно, не совсем были дети. Все равно как-то вот так грубо, непонятно, и уж точно это были, как мне показалось, не те дети, которые, например, бывали на акциях того же самого Навального. То есть, у Навального, может, как угодно к нему относиться, у него вот дети на вот этих несогласованных акциях в разных городах, они такие, разной степени сознательности, но они что-то понимают, они понимают, какие в России проблемы. Я не могу с тобой согласиться, Леша Нарышкин. Не соглашайтесь, хорошо. Нет, нет, знаешь почему? Мы не знаем, что это за дети. Это дети, они очень разные. Это ФСОшники, все ФСОшники. Все они понимают прекрасно, и все они смотрят в Ютьюб. Некоторые пришли посмотреть на известного дядю, некоторые, ну как, ну вот просто, там ни в чем не замечены, ясно, что их проверили, не были ли они на акции Навального, вот они пришли. Но говорить, что это такие пропутинцы, они уже сердцем там, значит, вот в этих вот молодежных каких-то организациях... Я этого не сказал. Я бы, я бы, не, ну да, 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 я знаю, что бы сделал, давайте зададим вопрос. Мы сейчас зададим вопрос, зафиксируем просто, что это не был слет пионерии какой-то, да, это не молодежное движение Единой России. Это дети, которые не имеют отношения к политической партии, которую представляет Владимир Путин, это достаточно видно, заметно было, что они пришли о своем. У них есть какие-то свои заботы? Да, кто-то из них лоббировал интересы более взрослых их коллег или их наставников, это тоже читалось, это было очевидно. Но кто-то просто хотел задать, даже не задать Путину вопрос и получить от него какой-то ответ. Понимаете, для молодых людей очень важно само по себе приобщение, вот сфотографироваться, постоять рядышком, что-то сказать, попасть в камеру вместе в диалоге с человеком, что я тоже в свое время рассылал, естественно, всем своим друзьям, знакомым, коллегам и кредиторам, в том числе, изображение, как я общаюсь с Владимиром Путиным. Два раза в жизни всего это было, но я на этом хорошо заработал, не в денежном смысле. С медведем на теснографе где-то, по-моему, было, я видел, ты мне показывал. А в смысле репутационном. И для детей, дети же прекрасно это все понимают тоже. А вот говорит ли это об отношении детей к Владимиру Путину каком-то? Вот если честно, я этого не считал, я не могу сказать, что они его сторонники все. И не могу сказать, что он действительно был убедителем. Мне кажется, все-таки они говорили на разных немного языках. Или, во всяком случае, он не давал им того, чего они от него хотели, чем он был им интересен. Как мне показалось. Я хотел спросить у вас. А чем он был им интересен? А вот что он... Давай зададим вопрос. Я хочу задать вопрос нашим слушателям, у которых есть несовершеннолетние дети, и которые наверняка имеют все свое мнение, свою позицию. Как ваши несовершеннолетние дети относятся к Владимиру Путину? Если они относятся с уважением к нему, вот вам так кажется, вы видите это, тогда 660-06-64. Если они к нему не относятся с уважением, тогда 660-06-65. Голосование пошло. Вопрос для голосования. Как ваши несовершеннолетние дети относятся к Владимиру Путину? Если с уважением, 660-06-64. И некое другое у них чувство неуважения 660-06-65. Ну, я хотел бы сказать несколько слов. Для меня, безусловно, эта встреча, это асимметричный ответ. Употребляю слово асимметричный, потому что его так любит Путин и кремлевская администрация. На вот эту шкалоту, которая ходит за Навальным. Надо было как-то встретиться со школьниками. И со школьниками встретились. Но две вещи, вот мы спорили перед началом передачи. Путин может встречаться с кем угодно, но не будем забывать, что это встречается не Путин, а это встречается президент Российской Федерации. И с кем бы не встречался президент Российской Федерации, если только не с матерями Беслана, к примеру, да, где нужно было давать конкретный ответ, кто убил детей. Конкретный ответ, вот просто конкретный. Вот сказать, этот и этот. То обычно вот такие вот встречи, которые произошли, они должны, подчеркиваю, три восклицательных знака, обязаны проходить с определением картинки будущего страны. Вот я иногда читаю лекции для журналистов молодых, и они делятся строго на две части. Кого-то интересует, собственно, профессия журналистская, а кто-то задает вопросы, а с кем из известных людей вы встречались? С кем вы фотографировались? А есть ли в вашем инстаграме звезды? Вот есть такое. Так вот, президент не имеет права встречаться с детьми, не имея цели. Президентской, подчеркиваю, это не какой-то дядька с горы, под слово дядька поставьте сами, мы еще сегодня будем говорить об ранных словах, дядька с горы, который просто пришел поболтать. Нет, к нему, я думаю, что должно быть сразу внимание правоохранительных органов. Это агитация, одну секундочку, это агитация, либо надо мороженое... Подождите, подождите, объясните сразу, я забуду, у меня память плохая. Да, пожалуйста. Надо было Путину прийти к детям, сразу сказать, ребята, скоро в России будут выбирать президента. Я еще не решил, пойду ли я на очередной срок или нет, но, тем не менее, я решил немножко поагитировать за или что. Почему не может, слушайте, как бы я ни относился к Путину, почему он не может просто поговорить с детьми? Дорогие друзья, должен был сказать президент Российской Федерации. Вот мы прекрасно с вами знаем, у вас всех айфоны, самсунги и так далее, мы прекрасно знаем, что вас интересует. Более того, я, конечно, понимаю, что их всех у вас отобрали перед нашей встречей, но, тем не менее, вот, видите, вы держите в руках американские и корейские телефоны. А давайте построим такой наш телефон. Или, например, вы будете, скоро вы закончите школу и будете где-то учиться. Вот давайте подумаем, чему нам учиться и вообще, что мы делаем, что за страну мы строим вместе с вами. Это неинтересно слушать. Да? А что интересно? А вот если я тебя спрошу, Нарышкин, чему, собственно, была посвящена вот эта вот встреча Путина с детьми? Чему? Вот выдели какую-то одну главную мысль. Путин пообщался с детьми. Давай иначе скажу, задам вопрос. Мы показали, что в стране, оказывается, есть президент. Вот у меня шестилетняя дочь знает, что президент Путин. Она ничего не знает про него, кроме того, что это Путин. Я не рассказываю ей, какой Путин хороший или какой плохой. А дочка, включив бы телевизор, увидела, что, оказывается, президент это не просто какая-то мифическая фигура. Оказывается, это дядя, который сидит, который разговаривает. Ну, пускай не сидит сверху, но он вообще с детьми. Он еще разговаривает, да. Он этим не только ест. Для чего он встречался с детьми? Для чего? Для чего? Какая мысль была сказана людям? Показать, что президента интересуют подрастающие поколения, что ему не все равно, о чем они думают. Другой вопрос, что можно было это не обыгрывать в прямом эфире канала НТВ. Можно было бы записать видеоблог. Вот, наверное, это было бы понятнее детям. Смотрите, я вам скажу, для чего это было сделано. Цель у этого события была совершенно утилитарная. Есть поколение, которое несколько потеряно, выпало из общего политического процесса, потому что оно не интересуется политикой. И оно не понимает, что Владимир Путин для них сделал. Они выросли с Владимиром Путиным вместе, они видели его по телевизору, но не понимают, чем именно им он полезен. Так он говорил про то, что он сделал им? Или про то, что будет делать? Владимир Путин очень много говорил о том, что он для них сделал. Он показал, что он для них сделал. Эта встреча происходила в центре «Сириус», в которой он несколько раз об этом сказал. Даже название придумал он. Таким образом, через модель этого центра «Сириус», он показал, мы заинтересованы в том, чтобы дети могли реализовывать себя. Вот, посмотрите, здесь у нас совершенно разный, здесь и спорт, и наука, и всё-всё-всё, и всё про всё. Говорил он и о будущем, здесь вы его недооцениваете на самом деле. Вспомните диалог с одним из школьников, который показывал модель самолёта, и восклицание Путина по поводу того, что этот самолёт сделан по образу живого существа. Он сказал что-то типа «Биомеханика» — это, между прочим, приоритетное направление. Он сказал, демонстрирует то, что он разбирается в том, какие технологии сейчас в тренде. Он сейчас этим очень интересуется. Он сейчас очень интересуется цифровой экономикой. И во всяком случае, ему деваться некуда. Ему нужно этим интересоваться, потому что он строит для себя новый образ нового президента, который не победит на выборах, если он не будет заниматься этими вещами. Всё, я тебя понял. Я понял тебя. Послушай меня. Я понял. Всё понятно. Значит, мы тут с тобой не найдём общий язык. Для меня Путин, у него в трудовой книжке, если она у него есть, написано «Президент Российской Федерации». Он не живой человек, он функция. И в этом главное его достоинство. Достоинство. Потому что вы с ним не встречались. Вот если бы вас Путин позвал в лагерь «Сириус», вы бы с ним пообщались. Он не имеет права быть живым человеком. Так он и пришёл как функция. Я вспоминаю. Я что, встреча утилитарная абсолютно. Как функции он не справился. Он не рассказал детям образ их страны. Он не объяснил им, почему они должны не уехать к ядрене фене из Российской Федерации. Да дети не думают даже об этом ещё. А почему вы считаете, что Путин должен был говорить об этом? Вот если бы выяснил, Матвей Юрьевич. А вишенкой на торте было для меня важный вопрос какой-то там девочки или мальчика, что он думает про отдельных оппозиционных личностях. Вот я считаю, что вот эта история, вы знаете об этом, да? Да. То есть его спросили про оппозицию. Правильно, так вот ровно это зачеркнуло всю эту встречу и обнулило её как дробь. Так она абсолютно сценарная встреча. Почему? Потому что ребёнка вложили в уста вот этот вопрос, какие-то там кураторы сверху. То есть ребёнок якобы интересуется оппозиционными личностями, а Путин, не называя этих личностей, он отвечает на этот вопрос. И ребёнок интересуется не Навальным, фамилию которого он прекрасно знает, а отдельными, вот это мне нравится, отдельными оппозиционными личностями. Короче, ребята. Там, слушайте, там большинство вопросов, которые формируют взрослыми. По известному украинскому анекдоту, который я вам рассказывал, как яка страна, таки и теракт, это знаменитый украинский анекдот про кукурузник, который упал на поле, украинские два кума сидят, и вдруг развалился кукурузник, который опрыскивал кукурузу, или там что-то такое, развалился в воздухе, и несчастный пилот побежал с рулём туда, вдаль поля. По-моему, вы прошлое воскресенье рассказывали. Да, 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 да. Вот он спрашивает, что вы скажете, а этот говорит, какая страна, такой и теракт. Так и тут. Вот хочется, хочется встретиться с детьми и чего-то такое сделать, но не получается написать образ будущего, что самое главное для детей. Первый, блин, дайте Владимиру Путину шанс найти правильный подход к детям. В 18-й, в 19-й раз, то есть, чтобы ещё один год ушёл на это, да он себе сам шанс берёт. И второе, когда ребёнок по указке говорит отдельные оппозиционные личности... Нет никакой проблемы. Вспомните, как организуется прямая линия. Вспомните, как проходят репетиции где-то там в Барвике, в доме отдыха. Ещё раз, мне всё равно. Хорошо. Мне всё равно. Мы не договорились. Ему надо было убедить людей, детей не уезжать. Мне очень нравится, что всем всё равно, но 20 минут программы мы этому... Ему надо было, как президент Кеннеди, тогда, помните это видео сказать, «Мы полетим на Луну». И когда он сказал эту фразу, что мы скоро полетим на Луну, то вся американская нация сошла с ума. Знаете, я... И все стали работать на полёт на Луну. Да, только он про Марс сказал. Нет у нас полёта на Луну. Он сказал про Марс, что наш спутник высадится на поверхность планеты. Так что в этом смысле он тоже вас удовлетворил. Результаты голосования. Удовлетворить голосования. 18% слушателей говорят, что их несовершеннолетние дети с уважением относятся к Путину. 82% слушателей говорят, что дети не уважают Путина. Второй событий. Такий результат. Второе событие. Это Евгений Ройзман. Ройзман это событие. Отказ Евгения Ройзмана от участия в выборах губернатора Свердловской области, потому что, ну, он сказал, что, в общем, муниципальный фильтр, все равно ничего не собрать, и претензии со стороны ЦИКа есть. В общем, он призвал бойкотировать это мероприятие, его яблоко поддержало. Ну, и, наверное, можно было бы даже его и в Героя запихнуть в рубрику Героя, потому что, конечно, правильно. Не надо Ройзману тратить на это время, если действительно барьера. Барьер не по его вине. Дело не в том, что Ройзман какой-то фиговый политик. Ройзман губернатор главного, прошу прощения, Ройзман мэр главного города Свердловской области. За Ройзманом большое количество людей, у него колоссальная узнаваемость. И то, что он не может участвовать в выборах из-за муниципального фильтра, показывает не то, что Ройзман фиговый, а показывает то, что муниципальный фильтр это такой барьер, который еще очень-очень многим людям в разных регионах России помешает выдвигаться на те или иные должности. Вот самая ключевая проблема. А так, в принципе, по-человечески, ну, участвовал бы он, не участвовал, не знаю. Я не в Свердловской области живу. Я честно скажу, в целом переживаю, наверное, да, что конкуренции на конкретных выборах в этом регионе не будет. А как избиратель, как россиянин, переживать не могу. Потому что за Ройзмана я бы все равно не голосовал, с ним бы не сталкивался. Я вам рассказывал, один раз я с ним общался, или два раза. Даже интервью брали. Хороший, нормальный мужик. Пусть работает мэром Екатеринбурга и дальше. Пусть принимает у себя жителей, выслушивает их жалобы, пишет потом куда-то, рассказывает об этих проблемах. Я вам рассказывал, по-моему, месяца два назад, мы тоже посвящали части эфирного времени как раз выдвижению Ройзмана, его планом побороться за постгубернатора. Я тогда вам говорил, что есть большой риск, что Ройзман как только сядет в случае победы в губернаторское кресло, посидит там несколько месяцев и потом сядет уже, например, на нары. На нары переместится, потому что не будет устраивать кого-то в Кремле, или не будет устраивать какие-то там элиты местные. Тут другая история. Поэтому я рад, что Ройзман от этого дистанцировался и Ройзман сохранился. Вот я думаю, что Владимир Путин должен был утром встать и спросить, а Ройзман прошел муниципальный фильтр? Вот это то, что должен был спросить Путин. У кого? И они ему должны были сказать, нет, Владимир Владимирович, он тогда должен был сказать, ребята, зовите Государственную Думу, надо срочно менять ситуацию, потому что не может Ройзман не пройти муниципальный фильтр. Я поясню, почему тут такая история. Дело в том, что Ройзман со всех сторон необычайно позитивный, вот как человек, с невероятной человеческой историей и, самое главное, эффективный для страны менеджер. Мы с вами знаем, он не отчаянный оппозиционер, он такой человек, как принято говорить, здравого смысла. Он не ходил на какие-то там отчаянные демонстрации, он работал на страну. И то, что он делал, внимание, безусловно, для страны позитивно. Но дело в том, что Путин построил такую систему, которая выкидывает таких людей. Вот из всей той молодежи, которая сидела, дети вот эти, которые слушали Путина, пройдет в будущее и впоследствии будет депутатом Государственной Думы исключительно тот ребенок, который задал вопрос про отдельные оппозиционные личности. Потому что эта система признает только полностью управляемых людей. Совершенно не имеет значения, выкинули Ройзмана из-за личной вражды, из-за того, что он не устраивает местное начальство, из-за того, что у него были какие-то враги высокопоставленные. Это не имеет никакого значения. Самое главное, что человек полезный для страны, человек нужный стране даже не был допущен до выборов губернатора. Не то, что ему переломали ноги и руки во время выборов, что обошли, не так посчитали, что-то там такое нахимичили. Нет, он просто не был допущен до выборов. То есть перед нами система, которая выбрасывает не то, что лучших, а на нормальных выбрасывают, а остаются только уроды. Вот ведь в чем дело. Вот ведь творение путинских рук. Оно совсем не, даже не в войне на Донбассе. Вот оно внутри. Ты умеешь работать на страну. Ты нормальный чувак. Ты помогаешь, ты сострадательный, ты хороший и в профессиональном, и в личном отношении. Человек отвечает «да». Тогда ему говорят «пошел вон». Вот в чем проблема. Поэтому, конечно, там будет какой-то абсолютно послушный человек по имени отдельные оппозиционные личности. Неважно, как его будут звать. И вот так зовут. Нам нужно прерваться отдельно. Но нормального чувака, который будет работать на страну, там не будет. Вот в чем проблема. Это сейчас на конце было... Это как анонс, анонс нашей цели. Я для Роскомнадзора сейчас сразу. Там просто мониторят люди. И для нашего уважаемого расшифровщика, который будет расшифровывать, это английское слово. Это такой вариант слова «yes». На конце «п» буква, «п» Петр, она не означает ничего плохого. Это не матерный корень, который запрещен в Российской Федерации, как экстремистский корень. Вообще мы могли поступить проще сказать, что гонопольские в возрасте не ведают, что творится. В любом случае, это прямой эфир. Мы хотели... Да, Матвей Гонопольский, конечно, вот вы меня остановили на самом важном. И Евгений Киселев сегодня обязательно тоже будет со своей репликой, вот буквально через несколько минут, наверное, через некоторое время. В этой части мы хотели поговорить о герое недели. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели. Герой недели мы решили сделать Александра Александровича Жарова, главу Роскомнадзора. Сейчас объясню, почему. Хотя в его адресе звучит много критики. Сегодня, вы знаете, проходит марш за свободу интернета. О нем, может быть, мы сейчас тоже отдельно скажем. Но мне кажется, что заслуживает внимания и переписка главного редактора газеты «Новая газета» и главу Роскомнадзора Александра Александровича Жарова, в котором разбирается насущный и очень сложный вопрос о допустимости употребления в средствах массовой информации слова «мудила». Простите, что я его произнес. Оно считается бранным. И в своем ответе Александр Александрович, вот я его процитирую, он говорит, что сообщает в ответ на запрос Дмитрия Муратова, что явление, описанное вами, то есть «мудила». Ну, я вынужден это цитировать. Я вовсе не хочу это делать. Подожди, а что Муратов спросил? Там просто много текста, но я попробую сократить. Обращаемся к вам за разъяснением по деликатной проблеме нашей профессиональной деятельности. Речь идет о правилах использования обсценной лексики матов в газетных материалах. Нами внимательно изучены бранные слова, включенные руководимой вами организацией в список запрещенных для публикования. Эти запреты доведены до сведения всех сотрудников газеты. Просим вас разъяснить некоторые нюансы, подожди, повыше подними, просим вас разъяснить некоторые нюансы, которые нам представляются важными для бесперебойной корректной работы, а именно, возможно ли употребление в газетных текстах несомненно бранного слова, я могу это произносить, да? Ну, я уже два раза это сделал, давай, чтобы... Ну, хорошо, ребят, ну, хватит хоккейтничать, ну, давайте, ну, «мудила», «мудила», все, пойдем дальше. И вот ответ. В ответ на ваш запрос сообщаю, что явление, описанное вами, действительно встречается в природе. Более того, в русском языке существуют и упомянутые вами слова, их производное, характеризующее данное явление. Должен заявить, что слова, которым посвящен ваш запрос, относятся к бранным, не являются нецензурными, а значит, не попадают под действие статьи 4 закона Российской Федерации о средствах массовой информации. В то же время, хотел бы напомнить вам, что одним из безусловных преимуществ русского языка является огромное количество синонимов большинства слов и выражений, позволяющих в мельчайших описать любое явление и состояние, не прибегая к вульгарным и бранным эпитетам. Я, кстати, должен здесь заметить, что, вот как мне говорили люди, которые обучали меня русскому языку, я как человек... Были такие, да? ...трудовыми играми, конечно, долгое время этому посвятил. Они мне рассказывали, что вообще-то в русском языке нет слов, которые несут в себе одинаковое значение. И синонимы — это лишь близкие по значению слова, и никогда не являются словами, дублирующими друг друга, иначе они бы не остались существовать в языке. Поэтому, безусловно, русский язык богат синонимами, но точного повторения смыслового значения слова «мудила» вы не найдете. И поэтому его употребление, оно зачастую остается необходимым. Мы решили спросить у наших слушателей, чтобы долго об этом не говорить, считаете ли вы допустимым использование слова «мудила» средств массовой информации, да? Да, допустимо, 660-06-64, нет, ну, лучше подбирать синонимы, тогда 660-06-65. Голосование. Процесс пошел. Можете повторить? Допустимо ли использование слова «мудила» в СМИ? Если допустимо, по-вашему, 660-06-64, нет, это нельзя печатать и произносить 660-06-65. В СМИ именно. Так что мы сделали Александра Александровича и Жарова героем, потому что в данном случае он, конечно, повел себя героически, вопреки общепризнанному тренду на пуритонизацию всех общественных процессов, запреты фильмов, спектаклей, посадки режиссеров и так далее и тому подобное, хотя бы где-то, понимаете, нам оставили свободу. Где-то. Вот вправе использовать слово «мудила» тогда, когда мы хотим его использовать. Но справедливости ради, надо заметить, что сегодня в адрес Александра Александровича Жарова звучало и много претензий от тех людей, например, которые вышли на Страстной бульвар и приняли участие в марше за свободный интернет. И количество претензий гораздо больше, и я думаю, что негативный эффект от деятельности Александра Александровича Жарова который критикует эти люди гораздо сильнее, чем положительный эффект от того, что он разрешил употреблять где-то слово «мудила». От 800 по данным МВД до 1500 по данным самих участников этой акции там присутствуют. И в толпе слышатся разные лозунги, некоторые из них направлены против депутата Ирины Яровой, главы Роскомнадзора Александра Жарова, которого митингующие требовали отправить в отставку, а вместе с ним закрыть само ведомство. Ну, пауза возникла, по всей видимости, я должен что-то сказать, но по поводу чего? По поводу мудил или по поводу митинга? На вашу смотрю. По поводу митинга мне просто удивительно, какие-то немыслимые свободы наступили в Российской Федерации, никого не винтили, не били. Это очень странно. Это очень странно. Ну, вот просто очень странно. То есть, видите, как власть приучает людей, чтобы они знали. Вот такой вот рефлекс. Если ты выходишь там, где нет фамилии отдельного оппозиционного политика, то тебя не тронут. А когда ты выйдешь с отдельным оппозиционным политиком, то тогда тронут. Это я вам абсолютно гарантирую, я в этом уверен. А по поводу вот этой истории, вообще, наверное, на вот эти вот всякие фразы, вот эти вот слова, бранные, как вы сказали, надо смотреть шире. И, конечно, это не в рамках нашей передачи. Дело в том, что интернет с его безусловной свободой, хотя должен сказать, что люди там придерживаются правил приличия. Например, мы замечаем, что если пишут вот эти вот совершенно такие вот отчаянные слова, мат настоящий, то внутрь вставят какие-то там значки, там, ну, такое, чтобы оно, ну, так, то есть вроде ты... Как ты видишь смотрелось, да. Да, слово вроде ты сказал, но с другой стороны ты вроде как причинное место этого слова прикрыл. Но, безусловно, интернет расширяет, расширяет, расширяет использование этих слов. И тут интересно, что абсолютно прав Жаров, когда он сказал, что синонимом, много синонимом, но дело в том, что бранные слова, в том-то и дело, они эмоциональны. Есть синонимы, которые обозначают это же, но без эмоций. А вот бранные слова, они всегда эмоциональны. И, к сожалению, вот эти мат, матерные слова, которые мы с вами знаем, вот эти... Я произносить. Да, четыре знаменитых слова, которые, ну, так сказать, неприлично вот говорят. Эти слова, вот если, так сказать, кирпич на ногу падает, то мы говорим именно их. Или там... Это эмоциональные разрядки. Вот проблема, проблема именно в том, что эти слова соединяют в себе информативность с эмоциональностью, так скажу. И тут ничего поделать невозможно. Но действительно, живой русский язык. Но уверен, что через 5-6 лет границы будут значительно расширены. Итоги голосования. 46% слушателей считают допустимым в использовании в СМИ слово «мудила». 54% против этого. Но, простите, я хочу важную вещь сказать. Вот я, например, себе не представляю. В интернете представляю. Но я не представляю себе, чтобы это слово стало нормой, например, для «Эхо Москвы». Или нормой. Вот представьте себе, вы открываете газету «Ведомости». Сегодня он показал себя, этот политик показал себя, полным мудачком, понимаете, и так далее. Мне это кажется невозможным. Я хочу сказать нашим слушателям, что действительно, это вы совершенно правы. Потому что никогда это не станет нормой для ведущих радиостанций «Эхо Москвы» говорить в эфире подобного рода слов. И даже повторять их не буду, потому что я уже перебрал сегодня. Но те люди, которые смотрят вещания, онлайн-трансляции в Ютьюбе или в сетевизоре, например, иногда имеют возможность. Ну, хорошо. Я хотел... Позвольте, я быстро проведу альтернативное голосование, с которым мы, на самом деле, можем уйти на реплику Евгения Киселева. Дело в том, что некоторые участники сегодняшнего митинга заметили, обратили внимание на то, что Алексей Навальный, несмотря на то, что публично поддержал это шествие, сам на него не пришел. И на реновацию он приходил, на митинг в защиту интернета он не пришел. Я хочу спросить у наших слушателей, осуждаете ли вы Алексея Навального из-за того, что он не пришел на митинг в защиту интернета? Если вы осуждаете его 660-06-64, если вы его не осуждаете за это, тогда 660-06-65. Если вы осуждаете Алексея Навального за то, что он не пришел на шествие в защиту за свободу интернета, тогда 660-06-64, если вы не осуждаете его, 660-06-65. По поводу акции, два слова. Ведь мероприятие было заявлено, было согласовано на 10 тысяч человек, а пришло, как ты сказал, по подсчетам организаторов, полторы тысячи максимум. Это, мне кажется, говорит о том, что есть, понимание. Ну, во-первых, плохо была акция распиаренная. Это большая проблема. От того, сколько известных людей говорит про то, что надо обязательно ходить сюда, и вот сколько людей вдалбливают вам, надо идти бороться за нашу свободу, зависит, сколько в итоге людей придет. Это логично. Мне кажется, многие, кто могли бы прийти, кто не любит Яровую, не любит Жаровую, переживает из-за того, что депутаты принимают какие-то законы, вот в последние дни прямо напринимали запрет анонимайзеров, анонимное использование мессенджеров, просто люди, я надеюсь, они понимают, что за свободу интернета надо бороться не на улице, за свободу интернета надо бороться, возможно, читая уже какие-то, знаете, пособия, мануалы, по тому, как обходить блокировки, как анонимайзеры. это они знают, спроси, пожалуйста, они это знают, надо власти показать, что мы не согласны. Это мне вопрос, я не знаю. Нет, но это такой риторический вопрос, как это бороться, что это бороться, они знают, конечно, все эти анонимайзеры, но они вышли на улицу для того, чтобы показать, что они не согласны. Я не согласна. Хорошо, вот, тогда вы мне сами подбросили мысль, просто люди не выходят, не протестуют против каких-то последних законов, связанных с интернетом, потому что их эти законы не трогают. Люди прекрасно, население знает, как пользоваться анонимайзерами, люди понимают, как пользоваться телеграммом в случае, если его заблокируют, и просто им эта тема не близка. Образованные люди, они знают, что в случае чего, даже если гайки будут закручиваться слишком лихо, все равно они смогут пользоваться и теми сервисами, к которым они привыкли, и теми приложениями, к которым они привыкли. Поэтому зачем время тратить? Сегодня хорошая погода была, можно было сделать полно интересных дел, на природу съездить. Вот 18% наших слушателей осуждают Алексея Навального из-за того, что он не пришел на сегодняшнее шествие, и 82% вовсе и не думают это делать. Не зря мы про Навального. Посол Навального был на этой акции, Леонид Волков. Где-то фотографию я встретил. Мы не зря про Навального заговорили, потому что именно этой теме посвящена реплика Евгения Киселева. Я напомню просто, что у нас был... Состоялись дебаты, о которых много говорили, Алексей Навальный, Игорь Стрелков-Гиркин, много разных тем, но Евгений Киселев выбрал конкретно украинский аспект. Да, Матвей Юрьевич? У меня, да, у меня только просьба, ребята, извинить, что я говорю это прямо во время эфира. Дело в том, что, по-моему, что-то, я не знаю, какая-то наша трансляция, она идет, она ловит звук прямо из студии. Вот прямо из студии. То есть, микрофон из студии. И для того, чтобы услышать для них комментарий Киселева, нельзя в этот момент разговаривать. Поэтому давайте, чтобы... Давайте мы не будем уводить микрофоны просто наши, тогда звук будет слышаться нормально на всех трансляциях. Хорошо? Да, а мы помолчим. Давайте, поехали. Это программа Гонопольская и ее рубрика «Возвращение блудного...» Да, Киселева. Откровенно говоря, из моего киевского далека мне была интереснее всего та часть дебатов, которая была посвящена Украине. В частности, мне хотелось услышать ответ Навального на контрольный вопрос. А как он поступит с Крымом, если когда-нибудь станет вдруг президентом России? Ответа я так и не услышал. И думаю, это не случайно. Навальному, на мой взгляд, невозможно было ответить на этот вопрос. Сказать «Верну Крым как совершенно незаконную, вопреки всем нормам международного права и договорным обязательствам России аннексированную часть территории другого суверенного государства, находившуюся раньше внутри ее международно признанных границ. Такая позиция могла бы, во-первых, послужить поводом к возбуждению против Навального очередного уголовного дела, а во-вторых, оттолкнуть от него часть сторонников. Сказать «Не верну», скомпрометировать себя в глазах другой значительной части своих сторонников, а также многих симпатизантов за границей. Поэтому Навальный избегал говорить про Крым и рассуждал только про Донбасс, причем, на мой взгляд, явно плохо ориентируясь в сути проблемы. Произносил какие-то не совсем внятные, вымученные слова про Минские соглашения 2, я цитирую, особый статус Донбасса, закрепленный в Конституции, язык, выборы и так далее, и так далее, конец цитаты. Еще говорил про то, что это, мол, сложный и мучительный процесс. Говорил, что на Донбассе имеется в виду на оккупированной его части в так называемых ЛНР и ДНР у власти находится, опять-таки, далее цитата, коррумпированный режим убийц. С другой стороны, что-то говорил про амнистию, предусмотренную Минскими соглашениями. Вот как коррумпированный режим убийц и амнистия сочетаются друг с другом, я право не знаю. Дальше, когда речь пошла о сбитом Молайском Боинге, Навальный явно не мог ничего возразить про рассуждение Гиркина по этому поводу, и, как мне показалось, совершенно не был знаком со свежими материалами прессы, которые появились повсюду в связи с третьей годовщиной гибели авиалайнера. Не среагировал Навальный и на слова Гиркина о том, что, на его взгляд, без воссоединения России, без полного воссоединения русского народа, возрождение нашей страны в любой форме будет невозможным. Я ждал, что тут Навальный скажет, и что, пойдем отвоевывать у Эстонии или у Латвии русскоязычные районы? Но самое главное, Навальный так и не сказал, считает ли он Гиркина военным преступником? Вот для меня, например, эта вещь совершенно очевидная. А Навальный, мне кажется, испугался сказать это Гиркину в глаза. В итоге, так и осталось непонятным. Зачем все это нужно было устраивать? Разве для того, чтобы сделать Гиркину какую-никакую рекламу? Для чего это Навальному? Пока что теряюсь в догадках. Это был Евгений Киселев в нашем эфире. Слушайте, по поводу непосредственно вас не слышно, Матвир, сейчас секунду появится, думаю, звук. Вот теперь слышно. По поводу может быть пару слов? Нет, буквально одно слово. Для меня дело не в том, как они прошли и так далее, но в следующий раз наверное пройдут лучше и Навальный сделает какие-то выводы. Гиркин меня не очень интересует в этом смысле. Для меня он преступник, по нему плачет тюрьма. Но он скоро, во-первых, он легитимизирован теперь, все о нем вспомнили, он теперь будет участвовать в различных выборах, более того, он победит в этих выборах, а потом, как один приметный персонаж, будет еще депутатом Государственной Думы Российской Федерации, это я вам гарантирую. У нас так, все преступники становятся впоследствии, для того, чтобы их никто не тронул, депутатами Государственной Думы. Но, что важно, дело в том, что Гиркин сделал большую, важную очень вещь, когда он сказал, что в его распоряжении не было технических средств, для того, чтобы сбить МН-17. Но он точно, абсолютно сказал, что у него не было этих средств. Таким образом, он заложил российскую армию, российское военное руководство, и стало понятно действительно, что это не какие-то там пьяные, подручные Гиркина-Стрелкова сбили самолет, а это сбили профессиональные ребята из российской армии, что-то уже важно на фоне ГАГского трибунала, который сейчас будет проходить по МН-17. Идем дальше. Хотел только сказать, мне кажется, для Навального, вы сами могли видеть эти обсуждения и слышать их в социальных сетях, Навальный зря все-таки в это ввязался, зря вляпался, Навальный проиграл эти дебаты, как можно было в таком ключе общаться со Стрелковым. Я считаю, что для Навального дебаты были очень полезны, они его закалили, и для тех, кому Навальный симпатичен, те люди должны на самом деле радоваться, что Навальный может нарастить свои мускулы. У Навального, и это его проблема, я о ней говорил много раз, у него есть тема коррупции, и когда дискуссия выходит за пределы вот этой темы коррупции, Навальный начинает плыть. Со Стрелковым была тема не только коррупции, и вообще, чем больше, чем больше будет выходов Навального не только в свой канал Навальный Лайф, не только общение со своей исключением на аудитории, а даже общение на Арбате с простыми людьми, как вот, например, Путин это сделал, вышел после Людмилы Алексеевой и пообщался с какими-то, пускай подставными людьми, все равно это работает хорошо для избирателей, избиратели чувствуют, что человек к ним близок, поэтому пусть Навальный со Стрелковым, с Бородаем, с кем угодно, с самыми последними ублюдками встречается, дебатирует, пусть он выходит оттуда проигравшим, пусть выходит победителем, это полезно, если вы болеете за Навального, если вам не все равно, как он себя ведет, наоборот, радуйтесь, что у него есть возможности с людьми встречаться. Качать мускулы, это сошь. Перед тем, как мы увидим на следующую тему, подумай, пожалуйста, а почему же Владимир Владимирович Путин даже фамилию Навального не произносит? Почему? Почему он это делает? То есть для меня это отвратительно, потому что Навальный для меня абсолютно позитивный человек, но Путин, Владимир Владимирович, почему-то избрал тактику полного и гмора. А зачем произносить? Ну а зачем? Логика. Еще раз, понял, понял, не понял, и идем дальше, потому что у нас Ну а зачем вопрос так нас задавать? Я думаю, это мистичизм. Это программа Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели. Редиска. Редиски у нас коллективные сегодня. Это прямо все диктаты Красноярского ЗАГС собрания, которые сначала повысили себе зарплаты до 200 тысяч рублей. В два раза повысили себе зарплаты депутаты Красноярского ЗАГС собрания. Втихаря. Втихаря, да. Как-то незаметно совершенно. Причем это же проходило законопроектом, по которому по которому вот я сейчас исчислялся стаж службы, по нему было заключение счетной палаты, говорит, один из депутатов уже потом, когда пришлось оправдываться. Это заметили, естественно, это высмеяли, это стали обсуждать. И депутаты вдруг из отпуска вернулись одним днем специально для того, чтобы это решение отменить. Сказали, что этот законопроект был принят по ошибке, что в его итоговый текст два депутата Единоросса говорят о ДПРовце, внесли изменения. Но, вы знаете, когда губернатор подписал этот законопроект, мне кажется, что никакой ошибки не могло быть и речи, потому что, насколько я знаю, ему тоже этим законопроектом повысили зарплату. В общем, прославились все, прославились все на всю страну самым смешным и нелепым образом, но, слава богу, хотя бы решение это отменили. Другим наукам, может быть, в этом смысле эта история хороша. Ну да, и тут, конечно, нам стало это известно благодаря вот этому парню, прошу прощения, к сожалению, не помню его имя, ведущему новостей, который совершенно замечательно отреагировал, это так чисто импровизационно, я думаю, все видели этот ролик, и большинство виден. Я попробую вывести его на микрофон, не успею, наверное, правда? Не успеешь, 57 минут уже, может 58. Да, это замечательно, там с аплодисментами, все, человек рассказал про то, как ребята сами себе повысили зарплаты. О чем это говорит? О том, что СМИ, если они свободны, я не знаю, может потом его там хотели уволить или чего-то такое, но люди, вот понимаешь, что такое ощущение свободы? Вот парень этот, он абсолютно себя свободным ощущает. Он же мог понять, что против него будут какие-то санкции, что глава местного законодательного собрания может позвонить в телекомпанию, выразить свое недовольство, и потом, потом, нет, человек прореагировал так, как должен прореагировать журналист. И это прекрасно, я считаю. Спасибо большое, Матвей Гонопольский, и как там одни, некоторые из журналистов в радиостанциях и Москвы, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин. Отдельные, отдельные, отдельный журналист Алексей Нарышкин, отдельный журналист, да. Звукорежиссер Марина Милакова. Да, слушатели, мы за...